На почетных местах 27 спортсменов. Каждый из них поднялся на ступеньку выше, а это всегда победа над собой. У Дарьи Типчук второе место на первенстве мира по самбо. Говорит, год был непростым. Чтобы попасть в сборную, нужно было побеждать серьезных соперниц. Конечно, ехала с настроем на первое место. Ну, немножко не получилось, оступилась еще. Но буду работать. Сава Каракизиди только открыл себе дорогу к международным соревнованиям. Он впервые выиграл чемпионат России по дзюдо. Это не первые мои были старты, но вот именно чемпионат по взрослым это был первый. И то есть сразу получился дебютным. То есть я первое место выиграл. Это очень-очень серьезный результат. Поэтому я считаю, что этот год очень удачный получился. Надежда Павлова занимается дзюдо меньше года. А в ее активе уже есть золото всероссийской спартакиады, которая проходила в Сочи. Она намерена развиваться дальше. Я могу прийти сама. Я уже знаю хорошо путь в раздевалку, в сам спортзал. Мне очень комфортно заниматься. Мне очень нравится заниматься этим видом спорта. И когда я услышала, что есть такой тренер, который занимается слабовидящими детьми, и мне очень захотелось прийти и посмотреть, и попробовать. Россия лучше всех. А Анапа тоже вносит свой вклад в развитие не только нашего спорта, города Анапы и Кубани, но и в целом России. Потому что представители вашей школы, практически их было пять, которые должны были участвовать в Олимпийских играх. Это честь и хвала вашей школы и в целом нашему спорту. В Анапе над дзюдо и самбо специализируется 4-я детско-юношеская спортивная школа. Занятия проходят на базе 10-й спортивной школы. Она достаточно просторная. Старое здание нуждается в ремонте. В администрации рассчитывают войти в краевую или федеральную программу. На следующий год запланирована у нас проектно-смертная документация. Подготовка – это самый главный вопрос. Когда будет все это готово, тогда и можно будет более о чем-то конкретно говорить. Самое главное – подготовить пакет документов. Он соответствовал всему. Проект был, утверждены были все документы. Это самая главная задача. Большое спасибо, во-первых, руководству и администрации города, что нашли место для проведения учебно-тренировочных занятий. Учебно-тренировочный процесс проходит в полном объеме. То есть мы завершаем этот олимпийский цикл с очень хорошими результатами и входим в новый олимпийский цикл с большими надеждами. Сегодня специалисты школы разрабатывают программу для реализации в городе федерального проекта «Самбо в школу». Тренеры будут обучать преподавателей. По словам Сергея Ткаченко, им покажут самые простые приемы, фактически азы. Борьба полезна тем, что развивает координацию. Проще говоря, человек лучше стоит на ногах. Навык в современной жизни полезный во всех смыслах.